Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Раи и мы продолжаем играть в игру драконы всадники олуха. 12 день, забираем с тобой сундук, 25 яиц, руны, рыба, опять руны. Ну что ж, неплохо, немножко рун, это всегда хорошо. Так, беззубик принес два топорика, ну смотри, ой, тихо-тихо-тихо, не надо тратить. Фух, чуть было не купил сейчас. Так, Громоль, лети наверное за, за древесиной. А водорез полетит у меня, тоже за древесиной наверное, я так думаю. Здесь 225 миллионов рыбы, спасибо за такой подарочек шикарный, так скажем. Так, подожди, от этого могу же, а ну-ка вернись. Иди-ка ты наверное у меня, обучайся. Да, пускай он учится пока. Ну что, посмотрим, что нам барсик тут принесет. Даже не сомневался, почему-то внутри, из-за себя не сомневался, что он выкинет мне тусклый янтарь. 8. Вместо того, чтобы дать 350 рун, он мне дает 8. Ладно, ничего страшного. Давай-ка мы его покормим и отправим тоже наверное обучаться. Не хватает у меня, чтобы его обучать. Древесины. Тусклый янтарь. А нет, смотри, яйцо. Ну тут, ребята, либо яйцо, либо руна. Третьего не дано. И нам выпадает руна. Решили все-таки откупиться от меня руночкой. Ну там 4 штуки, поэтому я прекрасно их понимаю. Ну что, давай отправляем его в приключения, в Драконий край. За две руны. Ну а тут... Ну а тут, скорее всего, выпадет тусклый янтарь. Не будут они давать мне яйцо. Слишком скажут дорого для тебя выдавать яйца. Обойдешься и тем, что мы тебе подсунем. Так, отправляем его в приключения, ребята. В пещеру. Ну и Грамгильда. Ночные жути бесплатно. Все, полетела она. Дальше занимаемся нашими драконами. Так, рыба. А что нам помешало в прошлый раз тебя отправить, я не могу понять. Не знаю. Что-то помешало. Что-то да помешало. Ну что, Беззубик, мы тебя тогда, наверное, сразу же отправим. Еще за этими, за топориками. Топориками. Пускай он там их ищет. Так, подожди-ка, давай-ка вот здесь тоже заберем, наверное. О, четки. Достались нам четки здесь. И теперь отправляем. Выбираем топорики. Угрюмое море. Пускай он летит. Естественно, бесплатно. Мы долго будем, конечно, копить таким образом топорики. Но другого варианта я, друзья, не вижу. Обучить. Не получится. Не хватает у нас железа. Но, в конце концов, ты будешь прокачиваться или нет? Не-а. До последнего тянет время. Лети. Так, этот уровень получил, да? Обучить. Пускай летит и обучается. Так, здесь 70 железа. Мы, кстати, можем его обучить. И он будет... Давай, давай. Ребята, 100 железа он будет нам теперь приносить. После, естественно, после обучения. Так, тут вот покормить. Надо очень много рыбы. Прям огромнейшее количество рыбы нужно, чтобы они начали нам... Я не знаю, будет ли когда-нибудь такое, что они будут нам приносить железо в полном достатке. То есть, мы с тобой будем тратить, и у нас еще будет оставаться что-то в запасе. Я сомневаюсь почему-то, что когда-нибудь такой момент настанет. Тут, наоборот, вечная какая-то нехватка. Причем жесткая нехватка. Жесткая нехватка всего. Так, интересно. Этот-то когда-нибудь будет у нас нормально приносить рыбы? Я не знаю, сколько нужно его прокачивать. Ух ты. Блестящая работа. Вот бы еще и некоторые викинги были так же умны, как драконы. Сто тысяч рыбы, десять рун. Ну, что скажешь, Эрит? Совсем не похоже на то, к чему я привык. Никаких зубов, когтя и пламени. Что ж, в этом заключается разница между обучением с любовью и ловлей сетями. Рыбинок, ты и вправду любишь Забияку? Больше чего-либо. Больше, чем еду. Больше, чем саму жизнь. Больше, чем сардельку. Нет, не больше, чем сардельку. Громк. Забияка в Академии? О, кажется, я обещал другу обучить сегодня его дракона. Поселите на Олухе Крылатого Ужаса. Так. Поручите Крылатому Ужасу добывать рыбу в течение сорока минут. А Крылатый Ужас где у нас? Вот. А он как... Рыбу там, да? Он как раз за рыбой и полетел. Вот, пускай добывает. Так, ну что, мы смотрим дальше. Что у нас тут? А почему я этого не отправил? Этого обучить, конечно, не помешал. Но, в принципе, 263 железа тратить на то, что он просто-напросто будет нам немножко приносить рыбы. Единственное, да, что мы ему уровень поднимем, это, конечно, бесспорно хорошо. Так, ну что, ты-то хоть прокачаешься у меня? Да ладно, серьезно, что ли, получилось. Ну вот, становится он у нас, ребята, титаном. Фейерверк становится 91 уровнем. Так, ну тут нехватка. А что, я тогда не отправил его, что ли? Блин. Он просто тупо просидел у меня. Жесть какая-то. Ну что ты сидишь-то? Не знаю. Лети за древесиной тогда уж хотя бы. Так, что у нас тут еще? По-моему, все, да? Всех отправили куда хотели. Вот здесь вот еще остались. Остатки-то, кстати, роскоши. Ну вот теперь вроде бы как действительно все. Блестящий интерь. Забрали. Заказать пока не могу. Ну а тут сам понимаешь, тут у нас идут два пака. Один бесплатный, другой рекламный. Будем оба вскрывать. Кровоты ужас, водорез. Ну и немножко рун. Так, и еще один. Так, монеты Удина. И загадочный набор. Шторморез, Громель. Всего лишь 4 руны. Жидко. Так, а здесь у нас пристеголов, шепот смерти, шипорез. Самое удивительное, есть ли сегодня какое-нибудь событие, друзья мои? Есть. Подготовка размещения ищеек. Вот что у нас сегодня подготовилось. Так что будем пытаться проходить. Так, ну что, одну награду мы с тобой заработали. Давай глянем, что нам тут достанется. А это 250 сладких яиц. Итого у нас 4,5 тысячи. Шесть дней, недели осталось. Слушай, мне кажется, я не успею накопить, поэтому есть смысл, ребят, потратить на сезонные награды. Так, сокровище Фафнира. У меня, по-моему, было такое уже сокровище. Ну, пускай будет еще одно. Так, давай дальше открывать. Вот. Поехали. Угу. 125 рун. Слушай, ну неплохо, я тебе скажу. Давай дальше. Так, так, так. Опять же, опять же руны, ребята. Меня радует еще так разика два, ребята. Мы с вами откроем сегодня наездницу. Новую тогда. Поехали дальше. Ну, давай, давай. Сезонные награды. Окей. Змей и свист, друзья мои. Это похоже новый. Новинка, да. Змей и свиста у меня не было. Ее разместить не получилось, потому что у меня нет места. Ну, змей и свист у нас будет в любом случае лежать в академике. Правда, таким авансом, так скажем. Так, давай, еще сколько? Еще два раза мы можем открыть паки. Так, руны. 25 и живака. А живака, по-моему, у нас был. Был живака. Нет? Слушай, ну, если не было живаки, это еще лучше, ребята. Два новых дракона. Да, пускай это обычные, конечно, дракончики, но тем не менее. Так, слабый тут перебор. Ну что, открываем тогда последний пак. Последний пак нам нужно вскрыть. И здесь выпадает 20 струн и вымпел весенний. Вымпел весенний мы можем с тобой вон сюда, например, поставить. Все. Так, тут еще что-то у нас. Жить. Еще и награду получаем, да? Награда это у нас груша. Плод мудрости. Как-то так, ребята. А, кстати, подожди. Рыба, рыба же у нас есть, поэтому кто у нас там из охотников рыбных, которые приносят нам очень много наград. Вот здесь вот. Тут 33. Маловато будет. А ветрокрыл возвращаем его и отправляем. Ветрокрыл у нас полетел. А этот у нас обучается, да? Подожди секундочку. 70. Но здесь, ребята, за за древесину он готов поработать. Лети за рыбу принесешь, надеюсь, нам приличное количество ресурсов. Так, ну что? Здесь вроде бы со всеми разобрались. Теперь переходим. Осталось два дня, два часа Волногрей и Росинка. Поехали, посмотрим, насколько это событие. А оно коротенькое. Оно пройдется буквально за одну заходку, друзья мои. Так что поехали. Загадочный пак, редкий пак, ареновский пак. И в конце там что-то у нас в конце занограда было. Я что-то не успел разглядеть. Так, две волны. Шепот смерти. Точнее, его сородич. Погнали. Размещение этих ищенек. Называется событие. Так, кревет. Вот этот кревет Дагур, насколько я помню. Ну и конечно же шепот. Выгоднее нам разбираться с шепотом, потому что он синий, это хитрец, а они против умных слабы. Куда ты там себе ставишь? Успокойся, парнишка. Он сейчас влупит под усиленной этой атакой. Да, ну, 15 туры мы выжили. Ну что, крутим колесо, забираем с тобой немножечко рыбы и переходим на следующий поединок. Сейчас загадочный пак на почту. Хоп, прикарманим. 2000 тусклого янтаря здесь. Наивысшая награда. Такая себе награда, если быть честным. Я бы даже сказал беспонтовая. Хотя, если, например, задаться целью именно купить извояние или прокачивать, то, конечно, нужен тусклый янтарь, я не спорю, несомненно, именно, знаете, в каких количествах? Не в таких, что они там дают, тысячу, две, тут сотни тысяч нужно вот этого всего, чтобы почувствовать какой-то эффект того, что эти руны действительно, точнее, янтарь, это что-то здесь дозначит. Так, хитрецы, да? Ну что же, будет вам уроком сейчас мы массухой хильнемся. так, ну тут понятно, слабая атака, сейчас они, тут из них пропишут на супер удар. А, нет, уже потратил энергию, чувачок, вообще промахнулся. Так, минус один. Блин. не очень хороший, конечно, расклад. Так, под гипнозом. Ну давайте, добивайте либо этого, либо этого. Спасибо. Ну что, дымодышащий, да выпендривался? Ну что, крутим очередное колесо фортуны, выпадает нам с тобой древесина. Не так, конечно, много, как я рассчитывал, но пускай будет. И забираем пак. Тоже он летит на почту. И следующий обычный поединок. Там будет обычный ареновский пак, который будет содержать новобранцев. То есть, особой ценности он не имеет. Хотя, шторморез, если, ребята, прокачается до 18 уровня, это будет очень даже круто. А там нам не хватает, мы посчитывали с тобой в прошлый раз, по-моему, где-то 30 или 20 карточек всего лишь. В принципе, это не так много. Так, давай понижение брони. Ну, что-то там. Ага. Есть шанс потерять Барсика. А мне этого не хочется. Мне не хочется терять Барсика нашего. Так, успеем хильнуть? Успеем. Уже лучше. Уже лучше. Одного подбили. Ух, вгрел-то как, а? Ладно. Барсика в любом случае потеряем. Этот добьет Ханыга. Он не пожалеет. Хотя, что-то он переключился, но, ребят, это обманный маневр. Но все равно, он сейчас на дорожку прихватит Барсика. А, серьезно? Ты промахнулся? Лузер, а? И выпадает нам прилив сил, что не может не радовать. Так, остается у нас получается обычный поединок и уже в конце все-таки басяцкий. Душитель, шипорез, громобой. А, штормореза мне не дали. Вот он. Тут чуть-чуть осталось. Чуточку. Ну что, погнали. Так, солянка здесь. ну все фиолки. Все фиолки получается, да? Это душитель. Успокойся, не надо. Фаербурщик. И это тоже у нас фаербурщик. Так, давай одного уничтожим. Ну, понятное дело, понижает броню. Сейчас, наверное, шлепнут его. Барсик там не. Так, оно и получилось. Это только первая волна, уже Барсика нету. Это фаербург свой сейчас будет заряжать. Так, наверное, хильнемся. Блин, пониженный броней, конечно, фигово драться, ребят. Сейчас опять пыхнет. Груши есть, слава богу. И хорошо, что здесь нету босса или мини-босса. Здесь обычные рядовые бойцы. Но они все почему-то против все против криво-хуйка. Выступают. Так, раз, два. Мне нельзя его потерять. Иначе будет плохо дело. Лучше пускай так вот бомбят потихонечку. Ай-яй-яй. Второй игрушу пришлось потратить. Ну, будем прожимать как-то, я не знаю. Торморец вроде бы пока нормально чувствует. Раз. Ушакываем. Ну, в принципе, ему, наверное, крышка. Я надеюсь, он не будет сейчас отхиливать. Нет, он не успеет. Он не успеет. Ну, и шикарно. Ну, выпадает почти 200 лямов дерева. Так, и чего мне сюда выкинули-то? Ну, что, заключительный поединок у нас получается. Подожди, какая арена? Че я делаю? Вот здесь нам надо. Кто здесь босс будет, я ума не приложу. Две волны. Начинают они первые ходить. Поехали. Поехали. Все, сразу минус один в ответку. Пошел в контрбой. Эй! Барсика хорош трогать и бежать. Блин, не добили. Не добили супостата, к сожалению. Ну, что ты там морщишься? Замечательно. Так, хильнемся. То, что понижена броня, это, конечно, не изгуд. Фу, вообще промазал. И босс. А босс у нас скала, да, получается. С ним займемся чуть попозже, потому что это зелень, это страж. Мы его замучимся сейчас бомбить. Нам проще разобраться с крайними. даже вот с одним, вот с этим вот. Этого возьмем под контрольку, он будет нам помогать бомбить, в принципе, скалу. Ух. Как он вмазал-то. Давай уничтожим. Криво-клык. Ну что, накапливаем энергию тогда получается? Да. И берем под свой контроль. Пускай он нам будет помогать. Отлично. И начинаем уже размусуливать вот этого вот супостата. Этого мы добьем в любую секунду. А пока будет на нас работать. Мда. Ну ничего. Давай-ка еще разочек подыграй-ка нам. Можно, в принципе, с этим заканчивать. Сейчас мы добьем. И здесь тоже добьем. Все. Ну что, крутим колесо. Забираем с тобой немножко рыбы. и две тысячи тусклого интеряя. Вот и все. Размещение ищеек у нас пройдено. Это у нас пройдено. Нам осталось, ребят, совсем немножко накопить рун. А именно, где-то около 275 рун. Для того, даже 700 сколько там? Даже 285. Ну, для того, чтобы мы получили с тобой нового наездника. Так, ага, шторморез выпал. Это уже радует. Ну, благодаря этим рунам нам еще меньше. С каждым разом приходится рун копить. ловрык. Тем более, обычный. Он мне и даром не нужен, если честно. Я его отпускаю. Все, друзья. На этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok